Экономика. Бизнес. Финансы. Программа «Экономика». Продававшиеся мероприятия с прошлого кризиса как опережающее обучение, когда человек еще находясь на предприятии не сокращен, мы уже давали ему другую профессию. В прошлый раз таких было более 5000 человек. Самозанятость. Более 5000 человек получили субсидии на открытие собственного дела в Кировской области. Стажировка. Когда молодые специалисты имели возможность трудоустроиться к работодателю и до полугода получать доплату в размере минимального размера оплаты труда. Также, по словам Петракова, при возникновении трудностей на предприятиях может быть задействован механизм временной занятости, когда сотрудники не увольняются с основного места, если, например, у завода нет заказов, но имеют возможность работать в другом. Петраков отметил также, что российское правительство может направить на поддержку занятости населения порядка 80 миллиардов рублей. Программа «Экономика». РЖД потратит более 200 миллионов на кировское подразделение. Инвестиционные средства в 2015 году пойдут на техническое перевооружение станций в Кировской области и в Удмуртии. Например, 52 миллиона рублей потратят на систему освещения на станции Ленгасова. На перегоне Киров-Котловский-Матанцы появится ограждение пути за 12 миллионов рублей. Также деньги пойдут на повышение пожарной безопасности, строительство пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией и на другие работы. Сумма инвестиций в Кировский регион Горьковской железной дороги по сравнению с прошлым годом осталась практически неизменной. Роспотребнадзор зафиксировал более 300 новых бизнесов в прошлом году. Кировское управление получило 339 уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности. Чуть больше половины пришлось на индивидуальных предпринимателей. Наибольшее число уведомлений представлено по городу Кирову – 202. 43% открытых дел пришлось на услуги общественного питания, 25% на услуги розничной торговли, 16% на туристические услуги, 5% – это деятельность гостиниц. Также кировчане начинали заниматься производством хлеба, молочной продукции, минеральных вод, переработкой овощей и фруктов, оптовой торговли и производством мебели. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове.